всем привет я опять с вами полина сегодня покажу фиалку которая ну просто пошла что называется в разнос это фиалка луиза и как вы видите она была посажены 7 октября двадцатого года то есть эту детку я очень давно не пересаживала но она росла ужасно сначала вот я вам показываю специально близко вот такие вот листики маленькие желтые какие-то все жуткие такие и там еще полно пасынков которые я пропустила и не убирала а потом она стала расти вот такая вот с такими как с родинками называется birthmarks и вот сейчас я не знаю как она там себя ведет внутри что у нее с корнями но по-моему с корнями не все хорошо но дело в том что это луиза спорт когда вы видите вот такие листья то это девяносто девять и девять процентов будет спорт потому что у нормальной луизы должны быть вот такие листья какую и раньше были вот это механическое повреждение вот такие вот листья должны быть а потом она видимо на меня обиделась что я ей так долго не уделяла никакого внимания и вот что с ней произошло я уже про другую фиалочку говорила что каждый раз проходила мимо и думаю ой надо 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 но обстоятельства бывают сильнее нас и более важные вещи бывают происходят жизни когда как говорится первые приоритеты это было не первый приоритет у меня жизни поэтому вот она до такого и дошла но я сейчас буду это дело исправлять у вас на глазах можно сказать на глазах изумленной публики ну как всегда первое с чего мы начинаем это вытащить из горшочка стаканчик как вы видите 40 граммовый это мой любимый размерчик и как я уже сто раз говорила совершенно не зависит цветение от размера стакана не знаю как у других я говорю то что у меня происходит вот что здесь происходит вот такой вот ком одни корни и сейчас я хочу знаете не теребить их а просто перевалить но для того чтобы это сделать я все-таки хочу убрать вот такие все листья которые уже никогда не придут в норму никогда не будут хорошими нормального размера они уже никогда не дорастут и я когда вижу вот здесь такие маленькие листочки это значит там собирается расти пасынок который мне не нужен я его убираю и вот этот убираю здесь будет очень много на выброс листьев конечно как вы понимаете так я сейчас вот с этой стороны буду показывать тоже мне здесь лампа и будет вам наверное лучше видно вот так и вот такие вот листья и еще раз видите вот здесь пасынок и вот там еще один пасынок вот я хочу вам сказать что я сейчас не просто формирую розетку я пытаюсь привести розетку в порядок если будут большие пасынки хорошие то я их оставлю и посажу а вот здесь сейчас с этой стороны так здесь что это не пасынки это просто не выросшие листья а вот это пасынок но он уже никогда не разовьется ну и конечно вот такие поврежденные листочки надо всегда убирать это же понятно вот так и здесь тоже пасынок вроде думал расти но так и не вырос а вот здесь я вижу хороший пасынок и сейчас я попробую его здесь вообще какой-то лес просто я не знаю здесь по моему один на другом пасынки сидят два пасынка рядышком да так этот листочек тоже уходит поэтому будет лучше видно так ну здесь очень сложно конечно видеть что-то так что же здесь такое творится то так вот смотрите видите центр это вот такой пасынок большой можно сказать уже и я сейчас попробую вот вот этот листочек вытащить этот листочек тоже и получится что у меня пасынки все пасынки отдельно вот и вот так вот я их отрежу и еще один я же вам сказала два рядышком прямо были вот теперь что здесь это деформированный листочек его тоже я убираю здесь остался листочек от пасынка он тоже не нужен теперь надо смотреть что здесь но я вам хочу сказать что мне вот такие розетки очень нравятся вот с такими листиками с этими родимыми пятнами но вот этот лист я хочу убрать тоже потому что он как бы выпадает очень длинный и выпадает из круга так сказать из симметрии вот вот это то что я оставлю это то что я оставлю и так это то что идет на выброс этот листочек я хочу посадить а вдруг такая же вырастет хотя я вам хочу сказать что никакой гарантии нет что будет точно такая же розеточка вот с такими листьями а посмотрите какие роскошные листья круг это красивые расписные просто многие это розеточка очень нравится просто очень но этим вот эти родимые пятна имеют способность вот как появились так исчезать и вы знаете что я вижу что в центре вот если вам видно в центре растут листья уже с меньшим количеством родимых пятен вот у этого еще есть а у этого я уже вообще не вижу никаких а нет еще есть пятнышко то есть непонятно что это она вдруг выдумала вот эти показывать родимые пятна а потом передумала и будет может быть расти ровное такой сплошной вот но вот детки как вы видите они все с родимыми пятнами поэтому я попробую посадить это я уберу вот так и оставлю здесь вот такие вот ну более мили более менее симметричную розеточку а здесь я ничего не буду убирать потому что она очень маленькая посажу и они у меня уйдут в тепличку но без всякого фитиля потому что очень маленькие они и у них совсем нет никаких корней и чтобы они не сгнили их нельзя сажать на фитиль прежде чем я посажу эту розеточку я хочу вам показать что у нее очень мощная шейка как вы видите и я в общем-то постаралась не очень теребить корневой ком взяла стаканчик немного больше и насыпала на донышко просто субстрат и так чтобы даже много получилось вот отсыплю сейчас немножко и чтобы вот центр роста начала листиков были на уровне верхнего стаканчика верхнего уровня стаканчика и буду добавлять просто субстрат по краешкам по краям вот так вокруг все добавила и теперь она будет у меня прости и дальше и я надеюсь что листики немножко расправиться потому что им не давали расправиться вот те которые были вот это вот кучка и вот эти пасынки поэтому было тесно а вот этот листочек ведь ему видно ничего не мешало им так они расправились ровненько стали расти но я вам хочу сказать что сорт получился спорт получился очень красивый очень крупные цветы с белой окантовочки очень красивые так ну хватит лирики теперь я вам покажу как я буду сажать вот эти детки вот здесь вот не то что шейка от только намек на шейку вот остался пенечек надо убрать осталось оя нет шейки поэтому я сделаю просто углубление и помещу фиалочку эту деточку сюда и на всякий случай я хочу ее вот так вот поддержать чтобы она никуда не завалилась оставалась ровной так как корней там нет я без опаски их просто туда втыкаю эти штучки так но это я вам показывала уже дайте я вам еще раз покажу это такие шпажки для бутербродов я купила на амазоне очень хорошие очень удобные так и это тоже самое вот так помещаю туда и поддержку с двух сторон чтобы она не завалилась и росла ровно вот так когда нарастут корешки я это их уберу конечно вот вот что получилось у меня очень красиво правда мне так нравится вот эта розеточка это что-то еще раз хочу показать вам вы посмотрите какие листья у нее это же что-то вообще фантастика просто у меня раньше были фиалочки с родимыми пятнами не первый раз но такой красоты не было вот почему то вот это мне очень нравится может быть потому что очень много этих пятен и такой получается листья трехцветные очень красивые так все ребята я всем желаю как всегда самого доброго чтобы всегда нам было всем до фиалочек и даже до всех наших цветов во время занимайтесь своими растениями чтобы ничего не мешало нам это делать я всем нам этого желаю всего вам доброго заходите ко мне в гости я всегда вам рада пока пока